Один из правильных показателей качества жизни в комплексе, где даже для удобства жителей есть своя почта России. Домашний, уютный комплекс. Вот это крутые качели. Большие кухни-гостиные, в ней уже есть отделка. Это вот уже все в комплекте. Здесь застройщик думал о том, что будут делать люди. Очень здесь приятно, даже, знаете, уходить отсюда не хочется. Разный цвет, смотрится очень дорого. Смотрите, какая классная штука есть. Вот только похвалил застройщика, со скрипом открывается дверь. Лучшее вложение денег. Новая Горелого. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Жилой комплекс Новая Горелого – это 13 домов, построенных по панельной технологии с применением мокрого фасада. Мокрый фасад, он не из-за того, что мокрый, а так называется технологией. Давайте я вам про нее расскажу. На фасад построенного здания крепят базальтовый утеплитель, штукатурят и окрашивают. И в таких домах высокий класс энергоэффективности. Здесь здание класс энергоэффективности зданий Б – высокий. Панели для этого жилого комплекса производят на Керешевском домостроительном комбинате, который входит в группу компаний-застройщика. Первые очереди от последних отличаются фасадным решением и, соответственно, высотой потолка. И для меня здесь еще большой плюс, что первое – это очень приятные и современные планировочные решения с большими кухнями, гостиными, где будет собираться вся семья, ваши друзья, гости, которые будут к вам приходить. И еще мне нравится, что здесь принудительная вентиляция. То есть не как это, знаете, обычно раньше. В зависимости от погоды, если на улице тепло и в комнате тепло, то вентиляция не работает, потому что это физика. А, соответственно, когда она у вас принудительна, она работает у вас 365 дней в году. В жилом комплексе Новая Горелого квартиры представлены от студий до трехкомнатных квартир. И на момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 6 миллионов 300 тысяч рублей. Все, кстати, квартиры застройщик передает в счетовой отделке. И на данный момент это лучшее вложение денег, потому что, сами знаете, сколько сейчас стоит стройматериал. На территории комплекса есть и детские сады школы. Но, согласно официальных данных, вакантных мест нет. Но это нет пока. Потому что за моей лысой головой уже построены, скоро уже застройщик сдаст еще один детский сад и школу. И я полагаю, что с местами будет совсем иная ситуация. Один из правильных показателей качества жизни в комплексе, лично для меня, это количество объектов на вторичном рынке. И здесь, если вы сами можете зайти, друзья, и посмотреть, вся информация открыта, не так-то и много продается квартир. Поэтому здесь я понимаю, что люди в основном вдумчиво и правильно подошли к выбору своего будущего жилья, приобретая здесь квартиру с отделкой от застройщика. На вторичном рынке однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 800 тысяч рублей. Если вам нужна помощь в продаже вашей квартиры, звоните. Последний дом в этом комплексе сдали 22 апреля 2022 года. Сейчас уже застройщик рассылает всем своим клиентам уведомления, чтобы они приходили и записывались на получение ключей от своих долгожданных квартир. Так как уже все сдано, пойдемте прогуляемся и внимательно посмотрим на этот комплекс. Я нахожусь во дворе одних из последних сданных домов. Друзья, вы только посмотрите на эту красоту. Ну, первое, конечно, если начать не со двора, а с дома, то здесь мы видим нормальный в уровень землей вход в подъезд. Видно, что есть колясочные парковки для велотранспорта. Обратите внимание, что сразу видно, какой подъезд, нумерация есть квартир и система допуска. И большое количество остеклений. Здесь даже обратите внимание, что проходной подъезд. Теперь давайте посмотрим внимательно дворовую территорию. Есть вот такой свой променад к старой трубе. Есть свет, есть горки, есть камушки. Слушайте, смотрится классно. Обратите внимание на скамейку, на дорожки, на набивное вот это покрытие, на озеленение. Ну, слушайте, классно. И здесь даже есть большие высокие деревья. То есть их посадили уже вот такими взрослыми, а не, как обычно, малюсниками, которые вот-вот помрут. Обычная входная группа, все в уровень землей. Обратите внимание, что есть доводчик. Мы видим номер подъезда, этажность и систему допуска. Заходим. Здесь у нас, соответственно, есть такая ниша, чтобы вытирать ноги. Она сделана заподлицо с плиткой. Плитка красивая, окрашена в такой, не белый какой-то, наверное, сероватый цвет, или белый, мне так кажется. И мне нравится, что она не текстурированная. Просто взяли и окрасили. Смотрится здорово. Ну, хотелось бы сказать, чтобы получше отмывали, тогда было бы нормально. Здесь у нас нормальные ручки, алюминиевые двери. Все здорово. Заходим. Обратите внимание, как должен выглядеть правильно дом эконом-класса. Здесь находится колясочная. Для того, чтобы пройти, если закрыто, есть допуск, нужно приложить таблетку. Есть зеркало. Тоже здорово. На потолке у нас грильята. И обратите внимание на светодиодное освещение. Смотрится дорого, хорошо и здесь достаточно высоко. То есть, знаете, большое такое пространство и подъезд достаточно классный. Название жилого комплекса. Соответственно, его этажность и квартира. К примеру, мне нужна там 656-я квартира. И я понимаю, что она, друзья, на восьмом этаже. Здесь панно под дерево. Слушайте, очень приятно. Мне нравится то, что здесь трехмерные цифры. Здесь трехмерные, соответственно, буквы. Они смотрятся достаточно дорого. О-хо-хо, смотрите, что мы видим. Я очень часто говорю о том, что вот лифт. Это грузопассажирский лифт. Что у всех застройщиков, понятно, кто-то делает ремонт, таскает мебель, чтобы не убили лифт. Его зашивают. И обычно лифт похож на какой-то строительный вагончик. Обшито все ОСБ, восьмерочкой покрасили бы хотя бы в белый цвет. То есть, хотят, ну, знаете, застройщики что-то делают, но все экономят. Ну, вид, конечно, вот в сарай какой-то, в туалет деревенский зашел. Ну, там и то лучше сделают люди для себя, нежели чем здесь. Друзья, смотрите, как здесь сделал застройщик. Номер подъезда, этажность, нумерация квартир. Слушайте, все очень круто. Вот эти поносы, смотрите, как все смотрится классно. Также обращаю ваше внимание, что здесь, в отличие от большинства комфорт-класса, бизнес-класса, элитки, здесь стоит датчик сверху до самого низа. Они, как обычно, где-то вот здесь. То есть, здесь на этом не сэкономили. Раз, кнопка вызова. Так, всего лишь одна. Это у нас пассажирский лифт. Есть указатель. Здесь мы еще видим, что, мне нравится, сделана, то есть, вот стоит система отопления, и она такая, знаете, в стене. То есть, она, в принципе, никому не мешает. Здесь мы видим почтовые ящики. При этом, обратите внимание, не двухцветные, а окрашенные в такой темно-серый цвет с лазерной гравировкой и серебристые. Прикольно. Нормальные замки и открываются, в сторону, да, открываются. Здесь у нас табличка. Что здесь классно? Это просто обычное стекло, без всяких там каких-то картинок. И здесь у нас есть информация от управляющей компании. Здесь также у нас ящики. И для жильцов, у кого есть собаки, есть вот такой док-пакет. А это для спама. Вот, кстати, оцените, как вам вот это, друзья, пространство. Например, очень, даже очень неожиданно. Вот вы вышли с лифта, зашли во двор, либо вышли на улицу, где припаркован ваш автомобиль. Кстати, вот здесь, напротив, возводится многоуровневый паркинг. Вызываем с вами лифт и поедем на последний этаж. Потому что всегда есть для меня, например, хороший показатель. Это как застройщик сделал входную группу и что у него со второго этажа и выше. Шестнадцатый этаж. Как-то створки дверей работают не очень. А лифт ELM. Я такой, если не ошибаюсь, первый раз вижу, либо до этого я не замечал. Ну, кто еще разговаривает. А двери здесь... А, вот видно, пленка заедает. Здесь пленка под дерево, смотрится прикольно. Но, видно, как-то их настроили плохо, что, соответственно, вот здесь пленка покорябилась. Надо подать, соответственно, заявку управляющей компании для того, чтобы они обратились к застройщикам по гарантии. Пока есть гарантия на дом 5 лет, соответственно, исправили. Здесь такое достаточно приглушенное освещение светодиодное. Лифт едет тихо, его не штормит. И такая тихо, фоновая, играет музыка. Я вижу, на каком мы находимся этаже. Сейчас выйдем и все, друзья, с вами внимательно посмотрим. Шестнадцатый этаж. Со скрипом открывается дверь. Выходим. Шестнадцатый этаж. Друзья, смотрите, обратите внимание, написано квартиры 696-700. Они находятся там. То есть у нас всего лишь здесь 4 квартиры на площадке. Слушайте, здесь все прилично. Единственное, вот я даже вот к этому не буду придираться, потому что она вот гармонирует цветом белых этих стен. Но смотрится, конечно, дешевле, потому что если бы, может быть, серебристый был цвет, или такой матовый, как иногда делают, то было бы, конечно, лучше. Но понятно, да, что здесь, к сожалению, нет, кроме как на первом этаже, табло, на котором находится лифт, это не очень удобно. Но зато есть, вот здесь, видите, стык у нас двух плит. И для того, чтобы, ну, со временем могут образоваться трещины, чтобы их не было, застройщик применил вот такую, я не знаю, как эту правильно конструкцию назвать, с резинкой. Как знаете, помните, вот троллейбусы были такие двойные, автобусы, карусы ездили. И вот там было между двумя, соответственно, отделениями, вот такая резинка. Вот здесь что-то наподобие этого. Колясочная, прямо здесь на этаже. Дверь закрыта, понимаю только у тех, у кого есть ключ. На переходной балкон мы выйдем чуть позже, а сейчас с вами посмотрим, что у нас с межквартирным коридором. Здесь плюс то, что антивандальное стекло. Если я захожу или выхожу, я, соответственно, вижу силуэт человека. Я понимаю, что тот там стоит или нет. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Разный цвет, красивые двери, друзья. Реально классные двери. Смотрятся очень дорого. Вот если бы мне показали эту дверь, я бы сказал, что эта дверь, наверное, минимум это бизнес-класс. Классно сделали панно, не знаю, как двери по качеству. Вот здесь, например, не видно, чтобы их кто-то заменил. Нумерация квартир, очень все достойно. Фурнитура нестандартная. Два замка, глазок, здорово. Из минусов, например, вот эта конструкция. Да, мне непонятно, почему это было не зашить. Видно, что они тут что-то делали, повредили плитку, но почему-то они стали ее заменять. Окрашена в другой цвет. На полу нормальная плитка. Здесь такое более уже, соответственно, недорогое забрало, но выглядит нормально. Даже прошлись с герметиком где-то, прошлись где-то не очень. Но, в принципе, вот то, что я сейчас пока вижу, это, знаете, намного достойнее, чем у большинства комплексов более высокого уровня. Есть рукава, застройщик, спасибо вам, спасибо, все есть, чисто, нигде нет мусора, работают зумеры. Здесь аналогичная ситуация. Ну-ка, шкафы какие-то кривоватые. И здесь. Молодцы. Ну, обратим внимание, что, да, здесь небольшое количество квартир. Это очень приятно. Сейчас с вами выйдем на переходной балкон. Посмотрим с него вид и посмотрим, что у нас с лестничными маршами. Здесь у нас есть окно, но окно можно открыть для вентиляции, если будет жарко. Вот так. Выходим. Переходной балкон у нас, друзья, открытого типа. Открытого это когда, вот видите, здесь нет какой-то стенки, к примеру, из кирпича. Ну, знаете, так держится, конечно, но жиденько. Это просто бетонная панель, с которой, я не понимаю, это то ли краска, то ли еще что-то здесь было, то ли это от стройки осталось. Ну, соответственно, закреплена крепко, но видно из-за самой конструкции, такая немножко жидковатая. Детский садик, вот эта парковка. Еще только строители не видно. Наверное, ушли на обед, но страна 11.45. Чистый воздух, вот там такие горки даже видны, обратите внимание, тоже все в стройке. Вот весь комплекс. Ну, дома, слушайте, смотрятся симпатично. Они строятся, так называемая технология бесшовного домостроения, которую мы все знаем от компании ЛСР, которая возводит такие дома. Но там плиты, кстати, бывают чуть-чуть потоньше, не 16 сантиметров, а бывают 12. Но фасад смотрится нормально. Интересно, вот когда смотришь, сделаны вот эти, знаете, как в частных домах, и из-за этого вид дома такой, знаете, более такой, не знаю, домашний, наверное, можно сказать. Здесь тоже просто плита, окрашена такой темно-серой краской. Слушайте, страшновато здесь находиться. Лестничный марш. Сейчас зайдем, посмотрим, как высоко. Шестнадцатый этаж. Большой указатель. При этом здесь не сэкономили, как у других застройщиков. А цифры трехмерные, они смотрятся, знаете, такие подороже. Ну, соответственно, здесь, конечно, мы видим стандартное ограждение. Но держится намного крепче, чем я видел в других проектах, того же бизнес-класса, комфорт-класса, где-то все ходит ходуном. За счет того, что они не светло-серого цвета, такой темный цвет, они смотрятся намного приятнее. Здесь нет вот этого дурацкого линолеума, и я считаю, что это сделал застройщик правильно. Обычные марши с этого же Киршевского завода. И, конечно, не мешал бы отмыть от краски, пошлифовать, но здесь особо не стали заморачиваться. Видите, следы рабочих. Кто возводил этот дом. Смотрите, как интересно. Это сделали деформационный шов. Что если вдруг будет трещина, то, соответственно, мы ее не увидим, потому что шов уже есть. Это не гипсокартон. Не знаю, что это за материал. Здесь применил застройщик. Там, соответственно, внутри утеплители. Выход на кровлю. Здесь у нас вот так закрытый замком для того, чтобы сюда просто не прошли. Но вот здесь, а вот видите, свет. Я вижу, что проходит свет. Такого, конечно, не должно быть. Дверь должна плотно закрываться, но нигде не видно, чтобы были следы влаги. Спустимся на один этаж, на один пролет вниз. И поедем вниз, и пойдем смотреть все, друзья, с вами остальное. Слушайте, все хорошо, молодцы, приятно идти. Нет каких-то посторонних запахов. Современное светодиодное освещение. На пятнадцатом этаже мы видим аналогичную картину. Красивые цифры. Антиводальное стекло. Окно. Дверь, я хотел сказать. Открывается на проветривание. Но достаточно плотно работает. Такое ощущение, что в зимнем режиме до сих пор. Ох, как высоко, сильно дует ветер. Аналогично, пятнадцатый этаж. Квартир мало, понятно, поэтому туда заходишь. Знаете, такой есть нюанс, что могли бы вот сюда еще поставить указатель, где какая находится квартира. Но, с другой стороны, их здесь не так много, поэтому, в принципе, особо проблем с этим не возникает. Вызываем лифт и едем, друзья, с вами в самый низ. Вот только похвалил застройщика за вот эту отделку. Смотрите, что у них есть. Сразу не обратил внимания. Это их соцсети. Направляешь камеру и переходишь, что у них в ВКонтакте, Инстаграм и видно их сайт. Вот красавцы, молодцы. Друзья, вот сами обратите внимание на этот лифт. Очень сделано все хорошо и приятно. И едешь, понимаешь, что ты в лифте, в нормальном современном доме, а не в каком-то строительном деревянном вагончике. Первый этаж. Тоже так тихо разговаривает, очень приятно. Поскрепили двери, открылись, выходим. Новое Горелого. Красота. Молодцы. И при этом, кстати, еще хочу, знаете, что сказать. Вот здесь тамбур большое расстояние. Это очень удобно, когда вы заходите с детьми, с коляской. Открыл дверь, и вам вторая дверь не мешает. Давайте выйдем во двор, посмотрим его еще внимательнее. Смотрите, какая классная штука есть. Здесь можно прыгать. И здесь тоже, чтобы дети не передрались. И там дальше. Слушайте, двор очень классный. Скамейки нормальные, урны, высокие деревья, паутинки, лазалки. Чего только здесь, друзья, нет. Но только посмотрите, как красиво. Я люблю большие деревья. И здесь с этим, друзья, все в порядке. То есть всего в меру. Офис, передача, квартир. Входные группы. Они причем от дома к дому немножечко отличаются. Но здесь можно, видите, в футбол поиграть, и побегать, и попрыгать. Есть горочки. Ну, слушайте, нормально. Пойдемте вот туда, где как раз стройка. Посмотрим там что. Спортивная площадка закрыта сеткой для того, чтобы мячик не улетал. Здесь обратите внимание, что для зрителей скамейки с урнами, деревьями. Когда еще вырастут, вообще будет красотища. Горки, освещение. Слушайте, молодцы. Очень-очень прилично. При этом в каждом дворе я вижу, вот там спортивная площадка. Еще какие-то лазалки для детей. То есть, видите, они такие, знаете, взяли все это, разграничили. Но при этом есть парковка для автомобилей. Но, знаете, смотрите, как здесь сделано. Что она, получается, вот частично между дворами сделана. Да? Вот она и вот. А где сам двор, где гуляют дети, там машин нет. Молодцы. Вот такие большие камни. Красавцы. Так, давайте вот туда и обойдем. Посмотрим. Вот, кстати, увидел первые нюансы. Вот это специальное покрытие. Вот он, мокрый фасад. А нет, здесь просто балкон с шубой. Вот оно, специальное покрытие. И видите, от влаги оно начинает ходить. Соответственно, нужно обращаться по гарантии, чтобы это переделывали. А вот тут уже немножечко накосячили. Еще мне непонятно, вот это у нас что? Громоотвод? Либо отвод статического электричества с ванных комнат? Почему вот этот оголенный провод идет вот так? По мне как-то, ну, странно сделал, спроектировал архитектор у этих зданий. Не находите, друзья? Ну, вот видите, здесь аналогичная ситуация. Плюс отмечу, что первый этаж, окна вот здесь достаточно низко, наверное, метра тридцать. Есть отмозка бетонная. Ну, здесь, видите, крепили, немножечко бетон разошелся. Спускаемся в приямок. Вот, видите, вот она вот такая отделка. Слушайте, она смоется красиво. Главное, чтобы качественно делали. Здесь собирается влага, чтобы она уходила. Она уходит вот туда. Но вот здесь не видно никакой сетки. Со временем, конечно, это будет загрязняться. Управляющая компания неудовлетворительная оценка за то, что они вот этот мусор весь не убирают. Ну, правильно, это же не их дамы, не они здесь живут. Вот они просто здесь зарабатывают деньги. А, еще вот эта арка, друзья. Я когда увидел, так думаю, ничего себе. То есть можно с одного двора пройти в другой. И вот здесь тоже, обратите внимание, вот он приямок. Закрыта сеткой, чтобы никто не пролез. А то здесь должны быть окна. Там, вернее, они есть. Почему здесь закрыты утеплителем? Почему нет каких-то пластиковых заглушек? Такое ощущение, значит, что что-то такое недостроенное. Прикольно, да, сделали? Чтобы не обходить весь дом, можно вот так срезать. И впереди мы видим за синим строительным забором сданный дом. И вот здесь аналогичная ситуация. Вот вход на лестничные марши, вход-подъезд, добро пожаловать домой. Молодцы, все вот смотрится очень приятно. Видны ригели для усиления перекрытий панельных. Ну, а здесь, видите, тоже громотвод или статика вот сюда идет. Ну, как-то странно. Знаете, всегда кто-то может за кабель этот взяться, не дай бог, треснет током. Птички поют, красота. Камера для сбора бытовых отходов, закрытая, закрыта ламелями. Смотрится тоже прилично. Большие камни, лазалки. Некошеная трава. Здесь здорово, что здесь плитка, а не асфальт. Плитка смотрится приятнее, ходить по ней тоже хорошо. Ну и обратите внимание, тоже вот здесь и качельки, и крутилки, и скамейки для взрослых. И попрыгать, побегать. Смотрите, как сделал классный застройщик. Это у нас типа дерева, но это из цемента или бетона. Здесь такие, то ли сидеть, то ли по ним прыгать нужно. Тут лазалки. А тут такая интересная качель. Для детей повзрослых, повзрослых, я бы, конечно, их не мешала бы смазать. Или это смазывали, но оно скрипит. Вон, видите, отмывают. Здесь большие деревья. Ну, вот здесь мы видим нюансы. Обратите внимание, здесь просто отрезали арматуру. И вот так она не должна оставаться, потому что металл, и он начинает ржаветь. Ничего хорошего там нет. Это должно быть по-нормальному закрытой гидроизоляцией. Но здесь этого нет. Ну и с монтажом окошка, конечно, что-то они тут помудрили или просто долбанули стену. И, соответственно, ее проломили. Еще одна входная группа темного цвета. И здесь видно сверху потеки. И видно, что уже облазит краска. Вот она. Это потому, что сделали изначально некачественно, подготовили поверхность. Перед открашиванием окрасили. И вот это, друзья, вот так все пошло. Это, конечно, нужно подавать заявки в управляющую компанию. По идее, управляющая компания сама должна уже была подать застройщику. Но обычно они этого не делают. Вот такие пихточки, прогулочная зона. Вот здесь мы эти так интересно сделали. Смотрится достаточно интересно и большое расстояние между домами. Впереди мы видим линии электропередач. Смотрите, какое классное оборудование. Здесь можно поиграть, шарик покатать. Помочь ему выбраться. Помните, такие были настольные ручные игры? Берешь в руку и, соответственно, катаешь. А здесь вот все уже так по-взрослому. Детская площадка, большая песочница, корабль такой весь в песке плывет. Кустарник, нестриженная трава, скамейки. И здесь у нас есть, друзья, это, наверное, третий комплекс, где есть доска, на которую можно порисовать мелом. Для маленьких деток сделано. А здесь вечерами можно поиграть в шахматы и шашки. Просто посидеть, отдохнуть. Может, тут еще и зарядка есть для телефона. Нет, зарядки не вижу. Вот, кстати, было бы здорово, если бы розетки поставили. Слушайте, прикольно. Молодцы. Слушайте, дворы классные. Здесь обратите внимание, что тоже вот так сделали под дерево. То есть это будет дольше служить, чем дерево, понятно. Смотрится вот так, знаете, очень-очень приятно. Как вам, друзья, дворы? Ну, лодочка, понятно. Все выбрасывают крупногабаритный мусор, и его куда-то нужно выбрасывать. Жильцы, кстати, сетуют на то, что утром тяжело выехать, вечером тяжело заехать, но с парковкой пока проблем нет. Даже приезжая поздно вечером, ты всегда припаркуешься. Значит, во многих домах для того, чтобы поливать газон, вообще ничего не предусмотрят. Здесь, обратите внимание, понимаешь, что это уже от застройщика выведен кран. Подключаем шланг, и, соответственно, управляющая компания может полить эти газоны. Да, не мешало, конечно, подстригать траву, убирать мусор. Но первый этаж даже смотрится достаточно прилично. И здесь, кстати, отмечу, что чисто. Нигде не видно какого-то большого количества грязи, свежий воздух. Дует сегодня очень сильный ветер. Надеюсь, не задувает звук микрофона. О, смотрите, как здесь тоже интересно сделано. Здесь вот такие скамейки есть для отдыха. Елочки небольшие прямо у окон. Красота. Еще одна арка. Молодцы. Смотрите, как низко летят здесь самолеты. И как их хорошо слышно. Класс на графиктивности зданий Б. Высокий. Но тоже, кстати, обратите внимание, друзья, вот на эту конструкцию. Это у нас силовой кабель с подвального или в подвальное помещение к освещению или куда идет. И вот так это сделали. Я вот не за кто это вообще такое придумал. Просто жесть какая-то. А вот здесь мы через дорогу видим, что парковка, видим гравий, песок. Но такое ощущение, что какая-то, знаете, стройплощадка, они уже с данной объекта, конечно, как-то странно хранить стройматериалы именно там, где паркуются люди. Мы с вами были вот в этих домах, друзья. И я перешел дорогу, и мы пошли идем с вами смотреть соседние дома. Но здесь видно, что за пихтами управляющая компания вообще не ухаживает. Потому что они такое ощущение, что уже померли. Должны быть зеленые, но, видите, как-то с ними совсем все плохо. Вот не знаю, живут они или нет, очень на самом деле жалко. Детская площадка, большое количество травы, небольшие деревца, елочки вернее. Здесь, видите, для маленьких деток набивное покрытие, чуть проще скамейки. Но для детей есть большое количество различных горок, чтобы поиграть. Спортивная площадка, различные какие-то тренажеры. Прикольно, что есть теннисные столы, различные лазалки. Ну, будет детворе где полазать. О, елочка чуть побольше, кустарник. И вот, знаете, если бы не парковка внизу с кучей песка и щебня, то, конечно, было бы все приличнее. Дома, кстати, смотрятся, ну, такие приятные, уютные очень. Так очень хорошо застройщик подобрал цвета, и какого-то отторжения к ним нет. Вот там виден жилой комплекс «Ветер перемен». Обратите внимание, что тоже из панели, и смотрится тоже очень красиво. Тут такой, знаете, современный сделали район для жизни. Здесь можно покататься на велике. Тут тоже, обратите внимание, и набивное покрытие, и огромнейшая песочница, и пересеченная местность для ландшафтного дизайна. Слушайте, двор классно смотрится. Есть большие деревья, также нескошенная трава, вот такие небольшие скамейки под навесом. Впечатление, конечно, о комплексе приятное, друзья. На первых этажах подкрывалась коммерция, но что-то ее пока мало. Но мне нравится, что много зелени, там даже есть гамаки, где можно полежать, труба для детей очень удобно, елки. Не хватает, конечно, немножечко того, чтобы управляющая компания чуть внимательнее относилась к зеленым насаждениям, не убивала их и периодически косила траву. О, а здесь у нас управляющая компания, я смотрю, отличилась. Здесь такие полумертвые кусты. С пихтами, обратите внимание, аналогично. Они пожелтели, потому что им что-то не хватает. Либо здесь все закидывали с солью с песком, и они от этого стали не зеленые, либо еще что-то случилось. Здесь, обратите внимание, тоже классно сделан променад, остановка общественного транспорта, все в плитке. Смотрите, как красиво, оно тоже не хватает немножко ухоженности, траву-то все-таки нужно периодически стричь. Слушайте, очень здорово, мне нравится, что вроде дорога, да, но поставили нормальные ограждающие конструкции, чтобы дети маленькие не выбежали, если вдруг родители не заметят. Смотрите, какой классный променад. Можно посидеть, отдохнуть, есть такой навесик, большое количество скамеек, детские по пути площадки, кустарник, трава, деревья. Слушайте, красавцы, очень приятно сделали, интересный проект. Ну и цена, конечно, по сравнению с остальными, достаточно интересная. Обращу ваше внимание, вот смотрите, как сделали прикольно. То есть парковка у нас чуть выше, и здесь вот такой смонтировали булыжник в цемент. Слушайте, очень классно, очень здесь приятно, даже, знаете, уходить отсюда не хочется. Аптека, если это хорошо, мини-лента тоже приятно. Очень классная такая прогулочная зона. Знаете, вот такой здесь хожу, на эту красоту смотрю и понимаю, что здесь застройщик думал о том, что будут делать люди именно в этом районе. Поэтому сделал хорошие дворы, большое расстояние между домами и отличную прогулочную зону. То есть здесь будет приятно и вечером просто пройтись или днем посидеть на лавочке, посмотреть, как играет его ребенок или бегает собачка. Так, друзья, здесь что-то у нас памятное. Учебное заведение. Что здесь здорово, обратите внимание, здесь футбольное поле, скейт-парк застройщик делает. И вот это все будет вот на этой большой территории. И это, конечно, прикольно, что он, знаете, взял и разделил зоны, как он сделал, с дворами, с променадом, где будут собираться различного возраста люди, где они будут отдыхать, заниматься спортом и проводить свое время. Но тоже обратите внимание, смотрите, какая красота. Ромашки, кусты различного цвета. Слушайте, мне нравится. Очень приятно. Очень здесь приятно находиться. Кстати, многие писали, что здесь какая-то вонища. Вот я здесь хожу с утра, еще ни разу не чувствовал какой-либо вони. И из-за того, что здесь сейчас, скажем, сложности есть с детскими садами и школами, то для тех, кто может себе позволить, есть, вот видите, сеть детских садов. Что вам показать квартиру с отделкой? Подошел к офису застройщика Лена Русстрой. Попросил, можно ли мне показать, чтобы они мне показали квартиру, чтобы там снять. Сказали, да, не вопрос, сейчас подойдет, человек меня проведет. Вот так. И, друзья, значит, очень много лет назад были такие телефоны Ноки. Мы все покупали, там были достаточно такие толстые инструкции. И вот здесь я открыл этот каталог и почувствовал старый запах инструкций телефонов Ноки. Кстати, вот здесь, что прикольно у них сделано, во-первых, сама брошюра классная, есть все планировки. Мне очень нравится, что у застройщика современные планировки. Это кухня-гостиная большая и небольшое спальное место. И даже в однушке в 30, почти 5 метров достаточно такая комфортная получится ванная комната. Сейчас вам покажу, что мне понравилось. Так, где там двушечки? О, вот она. Заходим. Ванная, я бы себе душевую поставил бы. Гардеробная, санузел еще один. Две комнаты и кухня-гостиная с выходом на балкон. Открывается заветная дверь. И скоро мы, друзья, с вами попадем и увидим отделку. Каски. Каски. Благодарю. У меня белая. А почему у вас синяя, а у меня белая? Хотите синюю, могу дать. А, без разницы, да? У нас визитера в Каске. У вас. Высокопоставленный. Вход на демоэтаж. Это демонстрация или на каждом этаже? Нет, нет, это для того, чтобы у нас был. А, нет, это для того, чтобы у нас был. Чистый, сон, чистый, сон, чистый, сон. Два лифта, причем, кстати, прикольно разнесены, чтобы друг другу не мешать. Пассажирский и грузопассажирский. Мы с вами его видели. Вот здесь номерация. Да, вот здесь номерация, вот это, кстати, молодцы. И, кстати, мало квартир, не по сто штук. Четвертый штук. Да, всего лишь. У нас максимально семь. Семь максимум. Это вот родная секция. Мы вам всем покажем, мы здесь разррессованы просто, как мы представляем. Я, допустим, себе плану. Есть ли? Показания, да. Есть прям саделка готова. Саделка и без отделки есть. И ту, и ту посмотрим. А, здесь уже все вот такие двери, да, будут? Нет, у нас есть секция, где более широкие двери метровые, есть узкие. Есть узкие. Ну, стандартные. Нет, я имею в виду вот обшивка дверей. Обшивка, да. Вот такая будет. Слушайте, круто. Слушайте, двери такие хорошие. Это у нас двухкомнатная, получается, зашли в прихожие. Да, в прихожие сейчас мы зайдем. Мастер спальня. Слушайте, круто. Раздельные санузлы, гардеробная. И кухня-гостиная. Вот так уже сдаете, да, домофон? Да, это, я понимаю, вывод. Это интернет? Да, соответственно, не розетка, чтобы... А, вот туда сразу роутер поставить. Слушайте, прикольно. Обратите внимание, что двушка здесь, друзья, сама коробка такая прозрачная, такая, знаете, симпатичная. При этом, если нужно дополнительно что-то поставить, когда делаете ремонт, что-то захотите, просто выкручиваем пластиковые винты и добавляете автоматы. Встраиваем в лоб, вот краски подпакнены. Да, здесь розетка, включатель. Я думаю, здесь у нас идет радиорозетка. И для выкабель, она заложена здесь спрятана. Угу. Слушайте, здесь тоже, смотрите, как классно. Она в двухстах у нас поставлена белая и вот серая. А есть белая? И белая, я вам покажу. Значит, сама у нас прихожая. Здесь у нас санузлы. Двери, это уже такие с отделкой. То есть, это вы на всех этажах такие, не только на демо. Нет, нет, это абсолютно нельзя. Слушайте, а дверь-то такая не из дешевых. Слушайте, санузел, друзья, очень большой. Здесь есть радиатор отопления, белая плитка матовая. Мне нравится. Это только на крайних секциях, где фасадная. То есть, радиатор отставится на уличной стене. То есть, вот там уличная стена и, соответственно, здесь стоит радиатор. Если все, там не будет, то в соседнем. Здесь у нас короб тоже, обратите внимание, зашит плиткой. Вот так у нас лючок есть для ревизии. Давайте, да, двумя руками удобней. Оп, благодарю. О, здесь у вас счетчики современные. Уже все, соответственно, передается автоматом. Ничего не нужно самому писать. Слушайте, прикольно. Шумоизоляции не хватает. Слушайте, краники не из дешевых. Раковина. Это вот уже все в комплекте с отделкой. Слушайте, даже розетки есть дополнительные. Сюда, кстати, и стиралку можно, в принципе, если захотеть поставить. А, ванн сделан, да? Ванна тоже есть розетки с этой стороны. Ого, смотрите, друзья. Здесь экран, это в плитке. Есть для ревизии лючок. Обратите внимание, кстати, я первый вижу первого застройщика, где вот это все уже закрыто. Обычно просто стоит ванна, и нам нужно самим как-то это закрывать. Кто как, на что гараж. Здесь уже от застройщика все сделано. Ванна, комната у нас тумба с дверцами. Туалет, туалет, пьедестал. Вот здесь единственное может быть... А, кронштейн есть. То есть кронштейн не крепится. Мы не крепим, мы оставляем на дочку, как ему удобнее будет. А, угу. Все в комплекте. То есть, в принципе, можно самому штангу купить и поставить. И плитка, кстати, разная. Слушайте, плитка хорошая. Также натяжной потолок, да? Натяжной потолок как раз-таки система вентиляции. Вентиляция, вот она. Да. Переточка у нас идет, допустим, вентилятор как раз-таки гардеробный. Ага. Потому что у нас нет винблока стандартных, которые обычно у всех квартирах присутствуют. У нас присутствует система примитивная вентиляция. Супер. Она подполагается на потолке. Может быть гардеробный, может быть переходят по ножку. Слушайте, ну это классно. Здесь, соответственно... Она работает и... Как ее регулировать? Через телефон? Она не регулируется, она всегда работает. А, то есть она автоматически. Возможно, единственный минус, то есть она всегда работает. Не, почему? Ну, это наоборот хорошо. Нет, просто кто-то хочет же сэкономить электроэнергию. Ну, я условно говоря, что... Здесь ее можно доработать, есть воздуховоды свободные. И дополнить, допустим, где не хватает. То есть у нас предусмотрено на кухню вентиляция общая. Слушайте, ну классно, что есть гардеробный. Причем здесь места достаточно много, сюда реально все влезет. И при этом, получается, даже в прихожей вот сюда просится какую-то... Да, под оперативную мебель. Примерно то, что мы, допустим, видим. Как это может быть? Ну, кстати, да. Я бы даже не заморачивался. Вот дизайнер нарисовал, я бы такие делал. Я, кстати, у себя в квартире, как дизайнер нарисовал, мы все сделали так. Зачем выдумывать велосипед, когда он уже, в принципе, профессионально изобретен? Так, мастер-спальню покажем чуть позже. Кухня-гостиная? Давайте, кухня-гостиная. 16 квадратов в метр, значит, здесь у нас есть розеточные группы для плиты духовки. Выводы, смотрите, как ровненько все сделано. Красавчики. Горячая и холодная вода, канализация. Мне нравится, что здесь принудительная вентиляция, она механическая, соответственно, всегда есть, вне зависимости от погоды, всегда будет отсюда все вытягивать. Это огромный плюс. Сушите. Это круто. Так, как... А, вначале вот это закрылось? Да, вот это. Сейчас хочу показать эту красоту. Выход получается на лоджию у нас через вот такое огромное окно. Но при этом очень здорово, что открывается не только вот эта створка, и она широкая, и здесь мне нравится, что внутри есть стекло, но еще и здесь. Потому что обычно экономят и не ставят фурнитуру, потому что она стоит денег, а сейчас это вообще дорого. Здесь, кстати, большой плюс, что нет плитки, есть ламинат. Потому что, как я всегда, друзья, говорю, что если, не дай бог, что-то упадет, то на плитке, ну, это практически 100% все разобьется. Лоджия. Ну, а такая здесь, я не знаю. Я себе, Икея же, надеюсь, скоро откроется, я себе в Икея купил такие, как штуки, квадратные с деревяшками. Просто уложил вообще шикарно. То есть здесь обычный пол, то есть где-то нужно подровнявать все. Мы подровняем, потому что захочешь утеплить его, по крайней мере, у меня есть возможность. А смысла нет утеплить? А, подождите, у вас здесь теплое стекление. Слушайте, у вас здесь теплое стекление. Ну, здесь однокамерное, но тем не менее. Ну, все равно, а на теплое, если было бы одно стекло, там смысла нет утеплять. А так, в принципе, да, можно. И здесь высота приличная, ну-ка. У нас вот в этом комплексе, последние три дома, высота 2,670. Ну, в первых у вас там 2,50 с копейкой. Здесь мы увеличили 20 сантиметров. Балкон 2,8. Ну, тут реально можно утеплить и сделать как раз заподлицу. Вот с этим выступом. И тут у нас сколько получится. Ну, вот, не измерять. Ну, здесь где-то более 10 сантиметров. Сантиметров, наверное, 13. То есть можно как раз утеплить, сверху закинуть пол. Деревянный будет классно. Слушайте, молодцы, хорошо. Я бы еще, наверное, себе бы ограждение демонтировал бы. Но каждому свое. Сдаете без светильников, без приборов. Это комната. Это комната. Так, а где план? Есть клапан для забора воздуха свежего. То есть можно, в принципе, не открывать окно, а будет идти приток. Потому что если работает вентиляция, все равно воздух будет вытягивать. Так, на стенках это обои под окраску. Вы их уже окрашиваете в белый цвет. То есть можно перекрасить. В розетах, слушайте, предостаточно. То есть я бы дополнительно даже ничего не ставил. Вот так дизайнер видит. Вот, кстати, дизайнер, который вот так это все видит. На потолке у нас натяжной потолок матовый. Давайте измерим высоту в комнате. 2,68. Слушайте, вообще четко. А что за ламинат? Немецкий. Немецкий. Еще успели, да? Нет, он производился здесь, в России. А, здесь в России производится. Семейное производство, поэтому они... Ну, здесь, соответственно... Так, вот здесь шкаф же должен, да, быть у вас? Либо под шкаф, либо под кровать. Либо под кровать. Кому как. Да, в данном случае. Ну, здесь как... Да, двушка здесь сделана под детскую. Давайте окна посмотрим. Так, одна у нас слева открывается только на открытие, а правая еще на вентиляцию. Отлично. Радиаторы, нижняя подводка. Кстати, ничего тут сделано даже. Регулятор. Поставить регулятор. Слушайте, дверь очень симпатичная. Они все вот одинакового цвета, да? Все одинаковые? У нас есть три поставщика. Цвет одинаковый, пленка может чуть-чуть отличаться. А, это пленка, да? Слушайте, вообще такое ощущение, что дерево. Софтач. Слушайте, очень приятно. И у нас, друзья, мастер-спальня. Здесь здорово, что у родителей своя ванная, свой санузел, тумбочка. Полотенце-сушитель. И сама комната. А, здесь тоже сделана ниша. Гипсокартон. И там я слышу утеплитель. Шумоизоляция там есть. Сюда, получается, шкаф-купе ставим, стандартный, двухсекционный. Вот сюда. Слушайте, да, все, в принципе, больше для комнаты ничего не нужно. Ну, да, да, да. Я, например, сторонник того, что все равно вся семья, обычные дети всегда бегут на кухню. Слушайте, мне нравится эта планировка. Можем одну же показать? Да, и здесь, смотрите, еще большой плюс, что при входе, вот сюда даже зайдет, если 6-7 человек, им будет здесь комфортно, потому что она такая прямоугольная и большая, и можно будет нормально всем вашим гостям расположиться и сразу отсюда пройти в гардеробную, если это там зимний период, снять куртки, и идти в кухню-гостиную, где все, соответственно, будут собираться. Давайте дальше, что покажете? Давайте-то без отделки покажем. Давайте, без отделки интересно посмотреть. Куда же мы расписывали? Так, без отделки, вот она будет вся белая, да, вот это вот так же сдаются, кроме рисунков. У нас дается все, 100%, это мы показали просто, в принципе, материалы, которые мы используем, здесь нам разрез гипсокартонной стенки, стяжка порядка 8 сантиметров. Не-не, я имею в виду, то есть, мы не дадим квартире без отделки, 100% все, просто мы показали возможность, как это, допустим, видит художник, чтобы разрисовать, то есть, ну, не мебель. А, чтобы люди просто видели, какие вы материалы применяете. Шпаклевку в два слоя. Ну, во-первых, я скажу, что у меня даже дорогой застройщик, но при этом стены все в один слой гипсокартона, два слоя, во-первых, это жестче, лучше звукоизоляция. Звукоизоляция находится еще там внутри. Здесь я вижу у нас усиление, да, для двери, здесь брусок везде есть. Так, сама прихожая. Так, а свет у нас здесь можно включить? Ага, благодарю. Ванная. Обратите внимание, что два слоя гипсокартона, два слоя, плюс еще один слой гипсокартона. Это влагостойкие, да, вот эти влагостойкие, они зеленые. И уже, соответственно, прикреплена на клей плитка. Останется сюда только двери смонтировать. Так, вот здесь как раз я выводы вижу. Холодная вода для стиралки и канализация. Жестко стоит. Слушайте, прикольно рисовали, даже хочется ручку открыть. Вот это обычная стяжка такая. Слушайте, офигеть. Вы ее полируете? Нет. Ну, финишная заглаживание, естественно, идет. Нет, ну она просто такая. Ну, обычно она по-другому немножко выглядит. Здесь такое ощущение, что ее просто еще потом сверху заполировали. Они полировали вот тогда в момент класса. Ну, и здесь у нас такая же лоджия. О, друзья, здесь обратите внимание, что вид во двор. И знаете, чем хороши низкие этажи? Прямо отсюда можно кричать. Коля, давай домой кушать! Слушайте, у нас здесь есть уникальная возможность рассмотреть двор. Обращаю внимание, набивное покрытие, плитка. Здесь тоже плитка. Большой кустарник. Вот там я вижу деревья. Вон, видите, как набивное делают? Выравнивают, чтобы все ровно было. Асфальт, газон, свет, дворовое оборудование. Слушайте, красавцы! Вот эти штуки мне нравятся сверху. То есть они, знаете, такие, как-то более домашний вид, наверное, можно придать дома сказать. Ну и цвета, конечно, как я уже говорил, мне нравятся белые, серые. Ну, очень хорошо подобрали. Что еще посмотрим? У нас там установка вентилятора. Это в однушках как раз. Ну, везде, где стоит вентилятор, там потолок какая. Здесь он ниже вентилятора, потому что прибор имеет высоту 25 сантиметров. Здесь мы выходим на стандартную нашу на Сантео в старых домах. Слушайте, да, прохожие-то нормально. Колясочная на каждом этаже? Да, да, кстати, я тоже обратил внимание, что есть колясочная на каждом этаже. Это круто. У каждого жильца, я понимаю, есть свой ключ с этажа и, соответственно, другой этаж. У меня не получают ключи и, собственно, имеют доступ сюда. Как раз я такая же глядь, как у другой пленки, у другого посвящика. Ну, да, чуть другая, слушайте. Ну, что это, что это, очень приятные двери. И дверь более узкая, которая с белой пленкой. А, ну, вот такую я смотрел, да. Вот эту дверь, ну, слушайте, она тоже 90 сантиметров. И вот эта белая пленка. Слушайте, нормально. Смотрите, какая толстенная. Слушайте, прикольно, что вы вот это все демонстрируете. То есть можно посмотреть, что внутри находится. Ну, вот это, соответственно, после монтажа заполняется все пеной. Да. Специально для этого сделаны усилители стоят. Слушайте, ну, дверь хорошая, да. Внутри вот тут на разрезе. Я вот видео когда снимал, да. А, тут у вас пенополистирол. Угу. Утеплитель. Что не каждый комфорт, бизнес-класс может похвастаться вот такими дверьми. Такой отделкой. Так, мы там вот это. Это однушка. Так, так, так. А, 36 и 25. То есть достаточно большая однокомнатная квартира. Ванна. Сейчас посмотрим. 65 это много или нормально. Кухня, гостиная 18 метров. И, слушайте, тоже прикольно, что прямо из комнаты есть лоджия. А когда лоджия есть, то... У нас есть планировки из кухни гостиного. Да, да, да. Просто когда, например, из опыта, что если солнечная сторона сильно нагревается и идет жар. Ага. И вечером, когда начинает темнить, соответственно, меньше света в помещении. Я бы, например, выбрал бы вот все-таки для себя бы, где... Да, потому что мы любим готовить. Мы все на кухне всегда находимся. Ну, здесь аналогичные обои. То есть они везде будут одинаковые. Система допуска. Нажел кнопочку, дайте, позвонили. Шкаф хороший, молодцы. Я, кстати, вот вторую застройщику, у которого вижу, такой нормальный шкаф. Они обычные. Так, я его включил, что-то. Ванная комната. Под стиралку места, в принципе, здесь всего хватит. Вдвоем здесь будет тесновато. Одному, чтобы зайти помыться, нормально. Ну, вот аналогично все сделано закрыто. Слушайте, ну, вот это здорово. Сантехника уже вся есть. Раковина. Сюда что-то можно спрятать. Так, а здесь у нас... Ох ты, смотрите, как. Оп. Заходит. А, здесь у нас коллектор. Слушайте, нормально. Не сэкономили. И, например, смотрите, выезжаете куда-то, да. То есть открыл и закрыл кран, и все, и не боишься, что... Если будешь бо... Ну, если кто-то боится, что что-то протечет. Я, например, когда уезжаю, никогда ничего не закрываю. Полотенце сушить, когда есть отопление, он горячий, да. Счеточка. Небольшая. Ну, здесь, да, здесь какой-то там поставить полочки снизу и вот к стенке прямо прикрепить. Есть такая... Да, гипсокартон есть, чтобы просто вещи повесить. Это у нас... Давайте вначале с комнаты. Это комната. Тут без ниши. Ну, тут все стандартно. Кстати, давайте мы с вами, друзья, измерим ширину проема. 64 сантиметра проема. Выход у нас на лужу. Здесь прикольно, что она, видите, на три стороны. Виден весь двор, как на ладони. Ламинат тоже, я понимаю, во всех квартирах одинаковый. Вот она у нас, кухня-гостиная, 18 квадратных метров. Большое пространство, светлое. Ну, да, вот сюда как раз кухню поставить. Обеденная зона. Слушайте, здорово. Выводы уже все есть. Большой, кстати, плюс в наше сейчас время, когда приобретаешь квартиру, в ней уже есть отделка. Потому что самому делать ремонт сейчас будет достаточно дорого. Дешевле уже приобрести именно квартиру, где все есть. Останется только завести мебель. Детей, кошку и собаку. Так, а это у нас... Там еще одна студия. А, это студия. О, прикольно студию посмотреть. Слушайте, здесь большая ванная. А, да, давайте, да, с отделкой. Слушайте, здорово, что датчик движения сэкономится, эти хорошо электричество. И вот здесь стены... Во всем доме, да, вот такие будут стены кофейные? Слушайте, приятненько. И вот то, что я тоже говорил, мне нравится, что, знаете, они без всяких каких-то рельефов. То есть просто взяли стенку и окрасили. И она реально очень красивая, симпатичная смотрится. И здесь еще, смотрите, какой есть момент. Вот стоит дизайнер. Я иду с коляской. Я здесь реально прохожу, потому что широченный коридор. Метр девяносто четыре. Метр девяносто четыре. Сейчас проверим. Метр девяносто четыре. И еще 0,2 миллиметра. Так, это студия. Включим свет. Вот, смотрите, вы зашли. Здесь здорово, что сразу сюда ставится шкаф. Вот то, что я вижу. Система вентиляции. То есть мне ее не нужно выключить. То есть она сама по себе работает. То есть она всегда работает. Какая-то из этих, наверное. А вот это что за штука? Друзья, если кто-то знает, напишите в комментах. Ванна. Ух ты. А вот это что, слушайте. Пол квадратных метра, друзья. Но реально чувствую. Вот я прижался рюкзаком к стенке. Немножко, конечно, неудобно, что... Видите, они с одной стороны хотели спрятать ревизионное окно. С другой стороны... А, нет, все равно получается надо сюда. Потому что здесь как раз трубы подводят, если вдруг что-то нужно поменять. Так, а это... Так, а это уже не подвинуть. Мне кажется, нужно было вот сюда чуть больше вынести. Это мелочи. Слушайте, здесь достаточно большое количество места. Я бы сюда поставил какую-то этажерку, где можно класть белье, корзину для белья и как растиралку. Слушайте, нормально. Даже швабра еще сюда влезет. Ну-ка, что за ванна-то? Ванна акриловая, друзья. И сама комната для жизни. Здесь радиатор чуть больше. Потому что это и спальня, и гостиная, и кухня. Вот как раз, да, такой буковкой «Г» небольшой можно сделать себе кухню, чтобы сэкономить. Потому что если живешь один или двой, тебе она огромная, не нужна. Здесь делать зону приема пищи. Какую-нибудь, может быть, барную стоечку. И здесь как раз где-то, наверное, кровать поставить. Или склонную штуку. Ну, 16 метров, да? 16-1, получается, да, прилично. Ну, и, конечно, здорово, что здесь тоже вот эти большие двустворчатые распашные для вашего удобства на балконе. Ух ты, двойная розетка. Я их, кстати, не обратил внимания. О, слушайте, да, розетка есть. Сюда нормально поставить какое-нибудь там кресло, гамак. К потолку можно повесить, потому что это бетон сверху. И наслаждаться летними деньками в Питере. Напишите, друзья, в комментарии, как вам планировочные решения от застройщика понравились или нет. В общем, не знаю, как вам, напишите обязательно в комментарии, но мне планировочные решения здесь понравились. Это большие кухни-гостиные и небольшие комнаты, в которых как раз мы только вот приходим, чтобы поспать после рабочего дня, либо отдохнуть в свой выходной. Ну, а по опыту вам скажу, что вся семья, она всегда собирается там здесь. Телевизор, еда и родители. Спортивная площадка, паутинка. Здесь, обратите внимание, что тоже можно потренироваться, причем сделан для разного возраста, то есть и для детей, и для подростков, и для взрослых. Вот это крутые качели. Дети забираются сюда целой кучей и раскачиваются, катаются, играют. Здесь такая паутина прикольная сделана, здесь какая-то штука крутится похуже. Да, она еще и крутится. Слушайте, ну классно. Елка, вокруг елки можно посидеть, вот там, видите, тоже можно там пикник сделать, когда ты гуляешь с ребенком. Молодцы, очень интересно. Вот там вдалеке мы видим с вами старое Горелого, и сейчас застройщик с городом согласовывает дорогу, чтобы соединить новое Горелого и старое. В комплексе я приехал, как раз сейчас пик, выехал в то время, когда все в основном едут на работу. Проблем у меня каких-то и дискомфорта сюда не застал. Я очень спокойно доехал, никаких пробках я не стоял. Вот у меня вопрос к местным жителям. Подскажите, пожалуйста, как сейчас пик выезжать из района и как сейчас пик приезжать в этот район? Напишите в комментариях. Вот, кстати, здесь, друзья, хожу. И, кстати, за счет того, что балконы переходные открытого типа, они смотрятся совсем по-другому, нежели если бы это был бы кирпич либо бетон. Внешний вид фасадов этих зданий мне, друзья, нравится. В наши дни многие застройщики сами субсидируют для своих клиентов процентные ставки по ипотеке. И здесь этот дом, вернее, и здесь этот комплекс не исключение. До конца года можно приобрести любую квартиру в ипотеку в этом жилом комплексе от 1%. Койду по комплексу, смотрю, фонарики, мусоросборочная камера, высокие большие деревья, большое расстояние между домами. На первых этажах уже есть коммерческие заведения, можно там выпить кофе, съесть булочку, есть аптеки, коммерческие детские садики и многое-многое другое. Для меня дом это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Где приятно, где тебя ждут, где хорошая обстановка, где есть куда сходить, прогуляться. И новое Горелого это именно тот домашний, уютный комплекс, сделанный застройщиком для людей. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok